Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Евангелисты не один раз нам приводят такую ситуацию, когда люди просят Господа Иисуса показать какое-то знамение. И иногда, прося об этом, они говорят, какое знамение ты нам покажешь, чтобы мы поверили. А Иисус в ответ в этом Евангелии от Матфея и в других отвечает так, что вот вы умеете интерпретировать знаки, знамения природы. Потому что, когда небо красное, вы вечером говорите, что на следующий день будет дождь и так далее. А вот знамени времен не умеете читать. Это очень важное место из Евангелия. Во-первых, потому что мы тоже очень часто просим у Господа какие-то знамени. притом эти, это мы ставим в условии. Просим показать или просим нам что-то давать. Притом очень часто что-то благо. Дай нам здоровье, дай нам преуспевание, дай нам мир, дай нам, не знаю, средства материальные и так далее. Ничего плохого в этом нет. Мы не просим о плохом. Но просим и ставим это получение просимого. Мы ставим условия. Вот здесь наша беда. Потому что не может быть торг с Богом. Мы не можем его шантажировать. Дай нам это, и тогда мы будем хорошими людьми или хорошими христианами. Наша любовь должна быть безусловной. Потому что любовь всегда по определению безусловная. Не может быть иначе. Иначе это не любовь. Поэтому давайте без торга. Давайте без шантажа. А действительно, сами того не замечая, очень часто мы этим занимаемся. Увы. Это самое первое. Потом второй. Да, в сельскохозяйственном, скажем так, обществе, когда люди жили из того, что давала земля, и люди действительно умели интерпретировать знаки природы. Лучше, чем мы. Мы живем в мегаполисе, мы достаточно редко смотрим на небо, и как-то мало нам что-то говорит сама природа. Увы. Ну, так оно и есть. Это условия нашей жизни в уже индустриальном обществе, когда у нас какой-то достаток всегда, независимо от того, будет ли дождь или не будет. Ну, мало. Вот урожайный или неурожайный год для нас мало чем не отличается. Разве только, что у вас, наверное, на даче в этом году будет больше яблок, по всей вероятности, как все говорят. А так это единственная разница. А все-таки для народов древности это как раз вполне существенная разница, потому что неурожайный год – это голод, это эпидемии, это смерть. Это не шутки. И потому люди действительно умели читать знаки и знамени природы. Вот нам это не так полезно, не так нужно, поэтому мы разучились. Но это не единственное умение. Вот есть другое умение, о котором говорит Господь – знамение времён. А действительно христианин тот, который правильно интерпретирует вот эти знаки и знамения времён. Во-первых, в личной жизни, в нашей... Вот что с нами происходит, что это означает, чем, как сказать, что какими-то обстоятельствами хочет мне сказать Господь. Вот я заболел коронавирусом. Что это означает для меня? Кроме того, что я должен, конечно, лечиться. Но, может быть, я должен ещё какие-то выводы для себя делать. Может быть, я должен переосмыслить свою жизнь. И так перед любым явлением и обстоятельством. Обстоятельства нам говорят иногда очень чётко и ясно, но мы почему-то их не очень умеем интерпретировать. Также христианин призван интерпретировать события уже в большой истории. Вот, например, политическую жизнь, общественную жизнь. Вот мы глубоко ошибаемся, если считаем, что раз Господь говорит, «Не судите, да не судимы будете», то мы не должны рассуждать. Это совершенно разные вещи. Мы должны читать, видеть и интерпретировать. Мало того, мы должны оценить, то есть давать некую оценку всем событиям. Сказать, и это я считаю правильно, а это я считаю неправильно. Это великая наша ответственность, друзья. Вот как раз читать знамение времён – это и означает. И третье. Говорит Господь, род лукавый, прелюбодеянный, знамение ищет, а знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Что это за знамение Ионы Пророка? Вот в других Евангелиях более ясно сам Господь. Это объясняет, говорит, как Иона три дня находился в чреве кита, так и Сын Человеческий три дня и три ночи будет в земле. То есть Он намекает на Свою смерть. Вот это знамение нам дано раз и навсегда. Мы знаем, что Господь умер для нас. Мы знаем, что Он победил смерть. Мы знаем, что этой своей безусловной любовью для нас Он показывает нам меру нашей взаимной любви. То, что мы должны быть готовы отдать свою жизнь друг за друга. Поэтому вот этот совсем короткий сегодняшний текст очень многому нас учит сегодня. Давайте действительно будем не ставить условия Господу. Давайте будем учиться любить, прежде всего, Бога, но так и каждого ближнего безусловной любовью. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok